здравствуйте друзья с вами кузнецов дмитрий центр юридической защиты компания алиан компания алиан ведущий юридический оператор на территории россии мы работаем со всеми регионами и занимаемся тем что помогаем людям попавшим в трудную финансовую ситуацию с банками с микрофинансовыми организациями с онлайн займами с любыми коллекторами что и как мы можем для вас сделать вы можете узнать пройдя по ссылочке на наш сайт ссылочка на сайт есть в описании любого ролика этого в том числе обращаю ваше внимание на сайте выложена видео презентация где в доступной форме на человеческом языке с минимумом юридических терминов рассказывается что мы для вас будем делать как почему и сколько посмотрите пожалуйста видео презентацию и принимайте решение вставать под юридическую защиту или самостоятельно бороться с банком в любом случае подписывайтесь на наш канал ставьте лайки за этот ролик друзья а теперь к ролику непосредственно я сразу же благодарю автора за присланный материал и призываю вас послушать этот ролик до конца в конце он там звонил к просто жгет так что мама не горюй вопрос остается почему восточный экспресс уверенно держит позиции идиотского банка с точки зрения тех вот звонарей которые там работают вот действительно уже не первый раз замечаю что есть какой-то кастинг специальный тогда блин у кого возможность есть может быть ну наверно дорогого стоит посмотреть условия по которым принимают в пол-центры восточного экспресса сотрудников но мне кажется там наверняка должна быть должно быть обязательно условия наличие приводов псих диспансер вот скорее всего не меньше не больше ну ладно давайте будем слушать и как говорится как ролик называется угорать вновь поехали алло алле здравствуйте константин анатоль ну а ты кто то банк восточный экспресс департамента судебного взыскания меня зовут грина андреевич я звоню по поводу долгом который имеется у вас по кредитам вам нужно оплатить 316 тысяч полностью он представился банк восточный экспресс департамента судебного взыскания меня зовут игорь андреевич и фамилию мою хотите услышать ну конечно скворцов игорь андреевич да я услышу по поводу долга вашего звоню долг 316 тысяч скажите вы внесете оплату сегодня либо завтра никогда не унесу а что случилось чего не подошли не буду отвечать на ответы почему в обиде да при чем тут это слушайте вы как я не знаю шоу дебил дебильного блин одно и то же изо дня в день повторять и все ответы уже полгода назад зафиксированы вычета в рубиться не можете вы не можете у вас есть обязательства но и чё-то будет сказано или нет а зачем нам новое говорить ну значит дорожные старые свои старые обязательства не выполнил чем что-то новое говорит поучил мои ответы у вас есть зачем мне задаете вопросы на которые вы знаете ответ я вот этого понять никак не могу вам продолжить вопрос пока вы не выполните свои обязательства ну хорошо да обратился в суд если Если вы не погасите долг, в дальнейшем приставы оставят вас без имущества. Ой, блядь. Я вот послушай сюда. Я на протяжении полугода говорю, ребята, идите в суд. Вы не идете. Ну хорошо, давайте дальше общаться. Добавить нечего. А вы почему бездельничаете? Чего? Бездельничаете и почему? Что значит? Причем тут бездельничать и внести оплату? Это, по-моему, две разных вещи. Вы говорите, банк пусть идет в суд. А вы почему ничего не предпринимаете? А мне это зачем? Потому что это ваши обязательства. Договор подписали. То есть, мои обязательства, я должен идти в суд, ты что-то не попутал берегата, нет? Я вам не про суд говорю, я про то, что... Я отказываюсь платить, я отказываюсь платить. А вы вместо этого сидите на руки и бездельничаете. Обленились вы со всеми, я хочу сказать. Ты не охуел, родной, алю, блядь. Наглеть не нужно, слышишь? Нахуй иди, ёпта, олень. Наглеть не нужно. Иди нахуй, олень. Обиженный. Я смотрю, вы человека обиженный, Константин Анатольевич. Да обиженный ты, работаешь на обрядке, телефоном звонил-ка, алё, блядь, придурок, и ты меня еще что-то пытаешься упрекнуть? Бизнес погорел, да, Константин Анатольевич? Да нет, у меня все хорошо, дурак, блядь. Долги, наверное, большие у вас там, да? Наверное, люди серьезные уже что-то предъявляют. Ой, блядь. По поводу долгов. Поэтому вы так и огрызаетесь, так и злитесь, да? Послушай, вот тебе на протяжении полугода звонить будут долбоебы, задавать одни и те же вопросы, блядь, ты на них будешь отвечать. И никакие... Да я не буду ее гасить, я тебе еще раз повторяю. Хотите денег, идите в суд. Я не устал. Вы уже устали от звонков. Я устал от того, что мне звонят долбоебы, которые ничего не слышат, понимаешь? Так решайте вопрос с долгом. Платите исправно, либо закрывайте кредит. И никто вам звонить не будет. Зачем мне его закрывать, если мне и так выгодно вам не платить? Как ты это понять не можешь? Что значит выгодно? Да так, не выгодно. У вас есть обязательства. Какие обязательства? Послушай, посмотри все записи и посмотри... Говорите, у вас есть обязательства. Ты дашь мне что-нибудь сказать или нет? Банк уже давным-давно на мне заработал, поэтому идите нахуй, а потом в суд. Понятно? Нет, так не пойдет. Находите денежные средства, если вы не справляетесь, занимайте необходимую сумму. Сегодня-завтра вам удастся занять? Ты емнутый или у тебя со слухом плохо? Тигре вообще не собираются вам платить. Придется. Я говорю, вы взяли кредит. Ну, когда придется, тогда будем разговаривать. Когда придется, тогда и будем разговаривать. У вас срок договора до 24-го года. Вы слишком рано расслабились. Вам платить до 24-го года, а вы уже хотите сидеть сложа руки и жить в свое удовольствие. Так я и живу в свое удовольствие. Понимаешь, мне ваши звонки абсолютно не напрягают. Вы не живете в свое удовольствие, когда от долгов избавитесь? Слушай, мальчик, тебе сколько лет, блин, что ты меня будешь в жизни учить? Вы от темы не уходите. Тебе сколько лет, блин? Какую сумму гарантированность сегодня-завтра найдете? Ноль рублей, ноль копеек. Если вы не можете оплатить сразу всю сумму... Я не собираюсь ни копейки платить ваш банк. Как вы этого не можете услышать? 60 тысяч 500 рублей. Пошел нахуй, все. Это сумму вашего просроченного долга. Такую сумму вы оплатите сегодня-завтра? Нет. Мы вам готовы пойти на уступки, отменим вам штрафные санкции. Не, Рубин, я еще раз тебе говорю, я не буду ни копейки платить ваш банк. Ты почему меня не слышишь? А 50 тысяч 500 рублей вы сэкономите, подумайте. Ты почему меня не слышишь? Я тебе говорю, я не собираюсь вам платить вообще. Я говорю, придется, придется. Вот придется в суд вначале подать, а потом будем разговаривать. Суд для вас не лучший выход. Я говорю, вы останетесь... Да тебе какая разница, что для меня лучше? Это я буду решать, а не ты, блядь. Ну так и решайте. Ты вообще кто такой, что ты мне будешь какие-то условия тут ставить, блядь? Ты кто такой? Решайте скорее, где будете выходить необходимую сумму. Сотрудник банка, банк с которым... Да ты хуй сгоря, а не сотрудник банка. Ты понимаешь это или нет? Не понимаю. Клади трубку, иди послушай еще раз наш телефонный разговор, блядь. Сделай выводы, блядь. И больше мне не звони. Выводы? А какие выводы сделать? Слух проверь, блядь. Почитай, что в компьютере про меня написано. Это нормально. Да? Мне кажется, вам психику нужно проверить. Да это тебе надо психику поедет. Тебя нахуй посылают, а ты так хаваешь, блядь. Как на иголках, Константин Анатольевич, как на иголках. Ты дурак, что ли? Без нервный. Что же у вас за жизнь такая? У меня отличная жизнь. А вот у тебя что за жизнь такая, блядь? Что тебя посылают нахуй, ты ответить ничего не можешь. А что же вы такое злое тогда, если у вас жизнь отличная? Я же тебе объясняю. Звонят долбоебы, которые не слышат моих ответов. Ну тогда хорошо. Это легко можно исправить. Погасите долг, верните деньги. Я не буду его гасить. Зачем? Придется. Так вот когда придется? Когда вам в банк подадите? Когда вы в банк обратитесь? Тогда и будут какие-то дальнейшие вещи. Суд банк обратился уже. Банк обратился уже. Что ты пиздишь, блядь? А что? Да ты пиздишь. Где бумаги, блядь, из суда на? Где судебный приказ? Где что? Ну судебного приказа еще нет, конечно же. Ну и как вы в суд обратились, блядь? Как? Легко и просто. Вот ты говоришь и сам, блядь, даже не понимаешь тех слов, которые ты озвучиваешь, понимаешь? А почему вы не верите? Да потому что от банка, кроме вот ваших звонилок, блядь, никаких движений не происходит, понимаешь? А вы еще что-то ждете от банка, да? Ясно. В таком случае я еще раз говорю, по поводу отмены штрафных санкций. Вы хорошо подумайте. Мы вам отменим 11500 рублей. Мальчик, как ты думаешь, который ты по счету, который мне вот один и тот же скрип читает, звонишь? За 150 дней, как ты думаешь? Хорошо, тогда вносите оплату одного ежемесячного платежа. 7000, такую сумму вы оплатите сегодня-завтра? Ну, ты еще говоришь, что я какой-то, как на иголках. Ну, я же тебе пять раз сказал или больше, что я не буду платить. Почему ты опять не задаешь эти вопросы? Находите. Прекращайте сидеть сложа руки. Частично погашайте свой долг. Пойдет отчаиваться. Если у вас бизнес не сложился... У тебя служба психологической обогрузки, бля. Пойдет отчаиваться, обращайтесь к родственникам. Давай, давай так. Хочешь, чтобы я денег отдал? Ну, хочешь, чтобы я денег погасил ваш банк? Это вы должны хотеть? Не, я тебе вопрос задаю. Это вы должны хотеть погасить свой долг? Я не хочу. Я тебя спрашиваю. Тебе важно, чтобы я погасил долг перед парком? Важно. Важно, да? Да. Давай так. Я продаю твою жопу, блядь, и заработаю ей деньги, погашаю долг на. Вы можете свою продать кому хотите, кому угодно. Хоть всему Петербургу, Константин Анатольевич. Ладно, ты вообще какой-то недалекий. Давай, все, удачи тебе. Хоть всему Петербургу можете продать. Это ваше право, понимаете? Ты откуда звонишь? Вы приезжаете? Ты откуда звонишь? С какого города? А вам какое дело? С какого города звонишь? Какое вам дело-то, с какого города я звоню? Так а что ты слышишь-то, блядь, ответь? Ты знаешь про меня все, где я живу, как я живу. Мне нечего бояться-то. А я тебе что-то говорю. Я тебе как-то угрожаю, что я просто спрашиваю. До этого нет никакого дела. Какого города ты звонишь, сынок? Никакого дела вам до этого нет. Я говорю, находите денежные средства и погашайте свой долг. Я отказываюсь. Хватит злиться, а то я смотрю, вы на жизнь даже обижены. Поэтому и злоба ко всем сотрудникам банка. Ну еще что-то можно добавить? В своих проблемах вы винить сейчас. Еще что-то можно добавить? А не чужих людей. Ты новое что-то можно добавить? 7 тысяч ожидаем сегодня-завтра. У вас дополнительный номер для сейка. Отказывай, запиши, что я отказываюсь платить. Какие 7 тысяч? Вам продолжатся звонки консультанты. Звоните, я вас нахуй буду посылать. Звонки будут каждый день. Берегите свои нервы. Звоните. Они у вас слишком слабые. Нахуй. Берегите еще раз. Давай. Давай.